Мы и сегодня делаем все, что в наших силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие. И мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно. Создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели – мира в регионе. Я рад, как и вы, наверное, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось. То есть это было непросто по разным причинам организовать эти переговоры на территории Беларуси. На родной и для Украины, и для России белорусской земле. Лично гарантировав их безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов. Ну, а если рассказать, как организовывали эти переговоры, то это целый триллер. Должен сказать, что огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Я его вчера вынужден был назвать политическим террористом. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, службу безопасности. Ну, а когда ему сказали уже, ну, сколько можно, ну, хватит. Хватит. Президент с тобой пять раз разговаривал. Он вышел на моего меньшего сына по телефону. Оказывается, когда-то они на Припяти мы были, запускали калийный комбинат, обменялись телефонами. Он и его нашел ночью. Но я должен сказать, если бы не его инициатива, как он сказал, от имени украинских депутатов, было бы сложнее. Вот именно его звонок не по линии МИД, не по линии военных, а именно вот эта линия сработала. И мы около 40 или 45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию. Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Ну, в конце концов, мы договорились. Я ему сказал, в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против. Ибо всех собак спустят на тебя. К сожалению, ехали более суток. Мы гарантировали полную безопасность. Я вышел на президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации. Наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами. Ничего подобного. Поехали через Америку, через Германию, в Беларусь. Через Львов, в Польшу. Звонок. Александр Горьевич, не поедут. Если вы не пропустите натовские вертолеты в Брест, на котором они летят. Ну что ж. Пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Брест. Оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на базу отдыха, как говорят, белорусского президента резиденции. Там действительно находится деревянный дом, где я обычно останавливаюсь. В доме рыбака, я таки не знал даже, что этот дом рыбака называется, слишком он комфортабельным оказался. Там прошли эти переговоры. Состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, дипломаты говорят, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе. Оценивая эти переговоры, с моей стороны, я хочу сказать, человек уже опытный, переговорщики просто молодцы. Они просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Никто, ни Зеленский, ни Путин, тем более я, вовлеченный в этот процесс, никогда не ожидали, что они определяют темы для переговоров, вопросы. И наши найдут точки соприкосновения. Что это значит на обычном языке? Значит, есть варианты договориться, но их надо согласовать с руководством Украины и России. Чем сегодня и занимаются эти переговорщики. Но они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе. Зеленский накануне указывал, что я не верю в результаты переговоров. Никто в них не верил. И не те люди, и вчерашний министр культуры. А он оказался профессиональнее любого дипломата и военного. Мединский. Должен отметить высочайший профессионализм россиян и украинцев на этих переговорах. Вот это вселяет определенную уверенность в том, что эти переговоры могут закончиться прекращением войны. Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны. Если они не будут слушать то, что им подкидывают Запада и американцы, война прекратится. Спасибо.